Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Мне 25, и я ни разу не была в отношениях. Это нам скорее говорит о том, что вы отношениям придаёте особое значение. Для вас это важно. Вы их ищете. Вы на них заостряете своё внимание. И в этом случае они превращаются в способ, в средство решить какую-то проблему. Отношения не решают проблему человека. Моя первая влюблённость была в 19 лет. Меня ударило током. Это была влюблённость одного взгляда. То бишь страсть. То бишь идеализация человека. То бишь приписывание ему тех качеств, которые вы хотели бы видеть у себя. Или наделение человека своими желаниями, потребностями. Я полтора года пострадал в тишине. Вот обратите внимание, да, полтора года вы страдали в тишине. Из-за чего страдали? Любовь почему-то от страдания. Мне кажется, что здесь история про отвержение. То есть, как-то вот тема отвержения для вас имеет значение. Потом призналась парнем в длинном сообщении о своих чувствах. Да? То есть, что такое длинное сообщение про чувства? Ну, это по большому счёту... Опять же, сверхначимость. Возможно, стыд, возможно, неловкость. Здесь мне прислала в голову мысль о близости. Вам как будто бы сложно сближаться. Он везливо объяснил, что я не в его вкусе. Это хорошо, что вам попался такой парень. Но как отреагировали вы на это? После был удивительно продуктивный год, когда я вообще не испытывал никаких чувств к чему-либо. Просто к кому-либо. Просто погрузилась в учёбу. Ну, наверное, переключились. Дальше. Значит, после этого выиграла Грамп и улетела учиться в Англию. Парень снова влюбилась в парня. Вот, понимаете, как бы у меня есть ощущение, да, что вы влюбляетесь в некий такой, ну, зрительный образ материальный. То есть, вы влюбляетесь в образ. Притом, что под довольно большим вопросом находится общее между вами. Под большим вопросом находится степень узнавания вами, человека. Он долго колебался, в итоге мы стали общаться. Однако мне до сих пор кажется, что я как будто его застал. Это сомнения в собственной ценности. Это сомнения в собственной ценности. И, соответственно, как результат, обесценивания. Вы себя обесцениваете. После я устроилась на работу, влюбилась в начальника. Ну, тут, мне кажется, то самое. Опять же, в образ вы влюбляетесь. Я думаю, что если как-то поисследовать эти образы, эти фигуры мужчин, то вы увидите в них кто-то общее. Вот. Традиционно психоаналитики это сводят к отношениям с отцом, но я бы тут посмотрел, тут есть вариант. На следующих двух работах ситуация повторилась, чтобы за ответ на дат, потому что это чисто ваша история. Это чисто ваша история, это не коммуникация, не взаимодействие двух людей. Очень часто так получается, когда ко мне хорошо относятся, говорят комплименты или просто как-то смотрят. Я придумываю влюбленность, переживаю внутри. Это недостаток любви к себе, очевидно. Представляю все аспекты отношений, как мы обгуляли, обнимались, поженились, завели детей. Это вот история про уже безопасность, реализованность и желание быть нормальным. То есть для вас, вот, вы чувствуете, как будто по себе, а не нормально, без этого. Печать, я самопонимаю, что это бред. Это не бред, это ваш внутренний конфликт. Все влюбленности, которые я переживала, были вырубаны. Меня очень искал и каждый раз подтверждение того, что и в меня влюблены в ответ, но каждый раз разочаровывал. Да, в вашем случае факт влюбленности подразумевает то, что влюблены и в вас. То есть вы хотите, вас убили. И снова отсылает нас к теме того, любите ли вы себя и принимаете ли вы себя. Безусловно, я имею в виду. Я симпатичная девочка, мне об этом говорили. То есть вы узнали о том, что вы симпатична, только со слов других людей. Сами вы себя такой не считаете. Умно, различен, закончила в УЗИ в России в Англии. Это доказательство. Понимаете? То есть вы симпатична, потому что вам об этом сказали, доказательство, вы умна, потому что вы закончили вузы. Это все доказательство. Это все условия. Сама себя обеспечиваю, работаю в Инвестбанке, спортивная, занимаюсь гимнастическим средством. Понимаете, да, есть ощущение, что вы как будто резюме свое даете. Ну, вы же понимаете, что дело невыразумно. Вы же понимаете, что здесь взаимодействие происходит не с вами, а с вашими доказательствами. Я сейчас скажу такую вещь, немножечко, может быть, провокационную, может быть, неоднозначную, но почему у некоторых людей не складывается работа со специалистами, у которых много дипломов. Потому что общение происходит не с личностью, а с дипломами. И у меня такое ощущение, когда я читаю ваш текст, что я общаюсь не с вами. Я общаюсь с вашими доводами, аргументами, достижениями, но не с вами. Вот это вот и является системной проблемой. Чтобы вы включали в коммуникацию, в контакт с твоей личностью, а не в своей достижении. Не понимаю, почему попадаю в подобную ситуацию. Потому что вы пытаетесь догадать, что расстой на любви и обесцениваете себя. Это поддается терапии, так что выбирайте себе специалиста и начинайте работать. Я думаю, что можно решить эту проблему. Но это регулярная терапия. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи!